Мы внимательно прочитали все ваши отзывы и мнения относительно пилотного выпуска и прислушались к ним. Вы просили пересмотреть наполнение передачи? Мы побеседовали со сценаристом. Вы просили поменять подход к съёмкам? Мы поговорили и с режиссёром. Вы просили выделить для передачи студию? Мы решили и эту проблему. Итак, в первую очередь хочу сказать спасибо всем вам за то, что не остались равнодушны. Это очень важно для меня и всей нашей команды ВГТВ. Мы прислушались и сделали передачу серьёзнее, информативнее и полезнее. Поэтому в каждом выпуске мы будем, как и раньше, показывать ваше танковое видео, но теперь не просто показывать, а отмечать, что получилось хорошо, а на чем ещё стоит поработать. Помогать мне в этом будут мои коллеги по цеху. А начнём мы с одного довольно интересного обзора Е25. Самоходку добавили в магазин не так давно. И на Ютубе каждую неделю появляется десятки гайдов по этой ПТ. Но нам приглянулся один не совсем обычный. Дело в том, что это руководство сделано девушкой. Не так уж и мало для уровня, но хотелось бы больше. Ведь благодаря малому размеру и классовому бонусу к маскировке, Е25 не видят даже с близких расстояний. Поэтому, увеличивая обзор, можно расстреливать противников с таких дистанций, с которых они заметить вас не смогут ни при каких обстоятельствах. А вы говорите, что в танки играют одни мужики. Радует, что текст для гайда составляется заранее. Приятно слушать. Многие авторы придумывают комментарии прямо по ходу видео. И это обычно плохо сказывается на качестве ролика. Тридний доход на Е25 у меня составляет от 60 до 80 тысяч. Бывают особо выдающиеся бои, из которых удается вынести под сотню. Но этот гайд мы выбрали не только за красивый голос. Полезной информации в нем тоже предостаточно. Руководство выполнено по классической схеме. Сначала общие советы по применению необычной машины. Е25 пробивает лишь 150 миллиметров. И урона наносит 135 единиц. А затем примеры конкретных решений в отдельно взятом бою. Есть даже некоторые околоигровые размышления, на которые иногда полезно отвлечься любому гайдоделу. Жаль только, что на фоне остальных гайдов по Е25 этот не так уж сильно выделяется. Видеоряд сделан хорошо и достаточно ровно, но местами наглядности все же не хватает. По содержанию претензий нет, но не за что и зацепиться, чтобы похвалить отдельно. Думаем, со временем и опытом просто хорошее видео станут и вовсе близкими к идеалу. Итог. Исполнение 8 из 10. Содержание 8 из 10. Ну и желание простого танкиста познакомиться с автором гайда 10 из 10. Следующее видео посвящено не какому-то конкретному танку или карте, а гораздо более насущной проблеме. Проблеме экономии серебра. Танк 5 уровня стоит 400 тысяч. По акции, в основном на 5 уровне, акция 50% скидка. Он будет стоить 200 тысяч. Да, сначала автор останавливается на хорошо известных всем способах. Но вот ближе к концу он рассказывает и о вещах, о которых задумывается далеко не каждый опытный танкист. Например, о том, что можно во время акции переводить все свои сбережения в подешевевшее оборудование. Вы ничего не потеряете, но зато сможете сэкономить в будущем. Единственный очевидный минус этого ролика — это неподготовленный заранее текст. Вы продаете танк без вот этого орудия, оно у вас остается на складе. Переходите на АМИС М4-45, оно тут тоже топовое. Это, конечно, надо было заранее смотреть. И теперь вы устанавливаете как бы со склада. И из-за таких небольших огрехов гайд кажется сумбурным и местами слишком затянутым. Хотя само руководство хорошее. В общем, даже если вы уверены, что не тратите серебро в пустую и экономите по максимуму, все равно советуем посмотреть. Повторение — мать учения. Итог. Исполнение — 7 из 10. Содержание — 9 из 10. И одобрение Карла Марксом — 10 капиталов из 10. Теперь поговорим о гайде, который я бы порекомендовал к просмотру, если не всем, то подавляющим большинству игроков. Речь снова не о технике и даже не об игровой механике. Речь об игроках и их поведении. Не пугайтесь непонятного названия и его происхождения, вы сможете выяснить в первом выпуске этой серии руководств. В самом же видео все объясняется предельно доступно. Нагибаторы нагибают врагов с 500 метров, потому что им светят олени-сокомандники. Такой конфликт возникает между игроками, потому что в одном бою они играют в две разные игры. Спокойный и очень обстоятельный разбор многих околоигровых аспектов. Поведение игроков на разных этапах боя, ценности танков в различные моменты сражения. Есть даже размышления о том, кто на самом деле получает больше всего удовольствия от игры. Об этом мало кто говорит в гайдах, и уж точно никто не рассматривает такие проблемы настолько подробно и последовательно. Умелый игрок не только больше влияет на исход боя, он также получает гораздо больше удовольствия от игры, чем те, кто сливается в первые минуты боя. Со словами «я играю ради удовольствия». Этот тезис мы проиллюстрируем простыми графиками, которые покажут зависимость некоторых незримых факторов от длительности боя. Графика проста и наглядна. Местами она даже не обязательно, но все же лучше немного переборщить, чем не доделать. В общем, это из тех гайдов, которые не устареют и через 10 обновлений. Поэтому смотрите непременно, не пожалеете. Итог. Исполнение – 9 из 10. Содержание – 10 из 10. Да чего там, третьим параметром просто возьмем и накинем еще десятку к содержанию. 20 из 10. Чтобы сделать хороший танковый ролик, одного желания мало. Нужны инструменты и знания. Просто записывать видео с реплеев вы уже умеете. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но мы уверены, что абсолютно всем не хватает одного очень важного инструмента – свободной камеры. Ее не так давно сделали наши игроки. Скачать мод можно на сайте votnews.com в разделе «Модификации». Но это еще не все. В каждом выпуске мы с коллегами будем делиться с вами хитростями создания роликов. А начнем с правил монтажа. Всем привет. Сегодня я расскажу об основных правилах монтажа, которые вам помогут создавать ваше танковое видео. Всего таких правил 10, я расскажу об основных четырех. Итак, первое правило – монтаж по крупности. Существует шесть видов крупности планов. Деталь, крупный, первый средний, второй средний, общий и дальний. Не соединяйте на монтаже соседние по крупности планы. Это плохо смотрится. В качестве исключения можно стыковать деталь и крупный, или общий и дальний планы. А вообще старайтесь соединять планы через один. Крупный со вторым средним, общий с первым средним и так далее. Начинать ролик старайтесь с общего плана, чтобы сразу было понятно, что и где происходит. А дальше смотрим. Ровно, гладко, без затыков. Второй принцип – монтаж по фазе движущихся объектов. Суть его такова. Допустим, в кадре ваш танк едет с повернутой вот таким образом башней. И чтобы не было затыка, на следующем плане, помимо смены крупности, показывайте танк с башней, повернутой так же, вот как здесь. Третий принцип – монтаж по темпу движущихся объектов. Чтобы было понятно, что это значит, я покажу, как делать нельзя. Сначала камера движется, облетает танк, потом мы меняем план, и камера резко останавливается. Смотрится плохо, так делать не надо. Если за динамичным планом вы хотите поставить статичный, то динамику предыдущего плана необходимо чем-то погасить, например, постепенно останавливая камеру. Меняйте темп плавно. И последний на сегодня принцип – монтаж по смещению осей съемки. Звучит страшно, но это очень просто. И значит, что при смене плана, помимо смены крупности и соблюдения динамики, старайтесь поворачивать камеру вокруг танка, чтобы его было видно с разных сторон. Прием простой, но эффективный. На этом у меня все. Осваивайте эти принципы, они очень полезные и простые. Пока! На сегодня это все. Мы по-прежнему ждем ваше видео специальной теме на форуме. И самое лучшее обязательно покажем в следующем выпуске. Палец вверх, если мы движемся в правильном направлении. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok